Шалам, друзья! Итак, как продолжалось сопротивление и каковы были его стадии? Матитьяу сам, который был зачинщиком восстания, не дожил до победы, а умер в том же году, когда восстание началось. Лидером восстания стал одним из его сыновей, Иуда, более известный под прозвищем Маковей. По некоторым данным, он был третьим сыном Матитьяу. Иуда возглавил повстанцев и вел удачную партизанскую войну в родных ему иудейских горах. К тому же он пользовался, конечно же, повсеместной поддержкой местного простого населения. Греки отвечали жестокими облавами и казнями. Находя пещеры, где скрывались повстанцы, они заливали их маслом и поджигали. Люди сгорали живьем целыми семьями и тысячами в этих пещерах. Маковей в ходе всех этих битв разбил несколько армий, посланных на усмирение обоставших евреев. После всех этих военных неудач и вследствие неспокойной обстановки во всем сирийском государстве и наместник Лисий был туда прислан в 164 году до нашей эры. Он приехал и попытался отменить иудейские законы в надежде на то, что это успокоит народ. Но к тому времени было уже поздно. Иуда не стал останавливаться и захватил вновь Иерусалим, взял под контроль почти весь город, за исключением дворца. Лисий вновь пытается задобрить евреев и казнит неугодного народу священника, назначенного греками, и назначает более приемливого кандидата. Но евреев это не устраивает. Он все же заключает с евреевым перемирие, в ходе которого, судя по всему, и происходит ханукальное чудо. Евреи вошли в опустошенный и оскверненный храм. Чудом найден один единственный кувшин кошерного и чистого масла с печатью первосвященника, натолкнул освободителей на мысль о том, что не нужно ждать, нужно воплощать в жизнь то, за что так долго все боролись. А именно снова иметь возможность обладать заповеди и восстановить храмовую службу. Они создали деревянную минору семисвечник и зажгли найденное масло. Его должно было хватить, как известно, на один день, но оно прогорело целых восемь дней, пока не произвели новое масло для зажжения свечей. Это очень впечатлило и воодушевлило уставших людей и дало им силы в кратчайшие сроки очистить храмы и полностью восстановить храмовую службу. Когда выдался этот небольшой перерыв войне, стало ясно, что война была во многом гражданской и братоубийственной, и что многие из тех, кто воевал на стороне греков, были такими же по сути евреями. Поэтому мудрецы были склонны к преданию Хануки в более позднее время более чудесного и идеологического смысла. Иначе выходит, что победа-то одержана над кем? над самими собой. Множество евреев, ведь, как мы сказали, погибло по обе стороны этого конфликта. Есть предположение также, что Ханука было своеобразным способом восполнить праздники Суккот и Шмини-Ацерт, которые невозможно было отпраздновать из-за военных действий. В изначальном варианте зажигать ханукальный святейник необходимо было у входа в дом или во двор. Только потом сложился обычай зажигать дома этот светильник на столе или на окне. Участие женщин. О нем поговорим, наверное, подробней. Женщины обязаны во всех заповедях Хануки наравне с мужчинами, так как они принимали не меньшее участие в событиях, чем мужчины, так говорят наши мудрецы. Иудит, дочь Матисья, у Хашманая должна была выходить замуж накануне восстания. Греки, в свою очередь, именно тогда устанавливают право первой ночи. Девушку имел право забрать себе местный военачальник и, собственно, быть с ней в эту первую брачную ночь. Но Юдит не растерялась, накормила его сыром, напоила вино. Когда тот уснул, взяла его меч и отрубила ему голову, вынесла на обозрение солдат и была готова умереть за свою дерзость. Но это деморализовало греческих воинов и в битве за Иерусалим они проиграли. По другой версии, это была целая спланированная акция Иуда Маковея. Они привели Юдит как родственники с песнями, плясками и подарками и вымыли наместника. Собственно, так и убили его и поэтому удалось взять город. По еще одному мнению, Юдит была дочерью Йохануна, первосвященника Ане, дочерью Матитьяу. И в том числе есть версия, что она была невестой одного из Хашмунаим. Вот такие вот были события и как развивалось это восстание.